Все уже как-то свыклись с мыслью, что балл на рынке мобильных процессоров правит компания Qualcomm, а, например, продукция Mediac достойна разве только начинки недорогих китайских девайсов. Но за последний год рынок систем на кристалле, Sochi, кардинально изменился. Развитие линейки процессоров Kirinata Silicon застопорилось из-за ограничительных мер США, предпринятых против Huawei. Samsung в своих Exynos пока только обещает удивить графики от Amt, а в это время Mediac уверенно обогнала Qualcomm. Аналитики из Chaunter Point изучили рынок мобильных процессоров для смартфонов в первом квартале этого года и пришли к выводу, что Mediac остается на нем лидером. Тайваньская компания продолжает удерживать первое место среди крупнейших производителей мобильных чипов на протяжении последних трех кварталов. Контролируя 35% рынка Sochi, причем годовой прирост составляет 11%. На втором месте идет Qualcomm с долей 29%, что на 2% меньше, чем годом ранее. В проигрыше предсказуемо оказалась Silicon, чья доля за год снизилась на 7%, а по итогам первого квартала этого года она контролирует всего 5% рынка чипов. Apple, доля которой сейчас составляет 17% против 14% годом ранее, сумела попасть в тройку лидеров. По мере роста популярности смартфонов с поддержкой 5G увеличилась и доля тайваньского производителя микросхем. Из последнего отчета Mediac следует, что только за апрель 2021 года компания заработала 1,32 миллиарда долларов, что на 78% больше по сравнению с апрелем прошлого года.